Сейчас о спортивном событии минувших выходных в нашем городе. Федерация бокса города Кунгура празднует свой юбилей 20 лет. Торжественная матчевая встреча, посвященная этому событию, состоялась 2 декабря в Дворце культуры мечта. В поединках сошлись боксеры нашего города. Их соперниками стала целая сборная Пермского края. Вопреки расхожему мнению, что бокс исключительно мужской вид спорта, болельщики активно поддержали и девушек, также вышедших в этот день на ринг. Анна Качанова расскажет все подробности. Значимая дата, 20-й день рождения Федерации бокса Кунгура и Фонда поддержки и развития бокса «Ринг Надежд» собрал полный зал Дворца культуры. Искушенные зрители и болельщики с нетерпением ждут удара гонга. Традиционно поздравить с юбилеем боксеров поспешили и представители администрации нашего города, а также законотворец Кунгура, активно поддерживающий этот вид спорта. Очень рад от лица администрации сегодня всех вас приветствовать. Празднует наша Федерация нашего города по боксу юбилей сегодня. Хочется и пожелать дальнейшего развития, результатов на российском уровне, на международном, может быть, уровне. Ну а спортсменам сегодня удачи, честной борьбы, а всем болельщикам море позитивных, радостных эмоций. Очень приятно видеть сегодня полный зал. Это говорит о том, что в Кунгуре бокс любят и понимают. Изначально, когда мы снимали фильм, хотели показать историю бокса за последние 20 лет, но потом подумали, что было бы здорово, если мы вспомним всех наших земляков, которые оставили заметный след, кто стоял у истоков. Мы пообщались с ветеранами тех лет, к сожалению, уже многих нет среди нас. Какую информацию смогли узнать, показали в фильме. И у меня большая просьба ко всем присутствующим, если у вас есть какие-то старые фотографии, может, мы забыли кого-то упомянуть, пожалуйста, с нами поделитесь. Мы все эти данные соберем, саккумулируем и сдадим в городской архив, чтобы в жизни города Кунгура, в его истории, наш лицфорд занимал свое достойное место. Еще раз благодарность большая всем, что вы сегодня с нами на этом празднике. Желаю вам приятно провести время, посмотреть интересные поединки. Поединки юных боксеров не заставили себя долго ждать. Долгая и упорная борьба спортсменов подхлестывала эмоции зрителей, заставляя их нервничать и жарче болеть за своих земляков. Ведь на протяжении нескольких боев счет матчевой встречи был практически равным, что еще сильнее разжигало интригу. Такой ажиотаж, безусловно, порадовал и виновников события. Сегодня у нас очень большой праздник. 20 лет Федерации бокса города Кунгура. Но есть еще один праздник. В 1947 году заработала первая секция в городе Кунгуре. Это прошло уже 70 лет. Что хочу сказать. Бокс был, бокс есть, бокс будет в Кунгуре. Спасибо большое. С концертными номерами в перерывах время пролетало незаметно. Почувствовав поддержку со стороны болельщиков-земляков, наши боксеры начали уверенно одерживать победу раз за разом. Один из тех, кто первым взял курс на победу, стал Антон Гольнев. Выйдя из ринга, он поделился с нами впечатлениями от серьезного спарринга. Победа мне далась очень тяжко. Я противник не из слабых, но первый-второй раунд я держался. Третий уже все. Надо больше тренироваться. Крайнюю победу в копилку нашей сборной принесла девушка. Иванцова Полина с большим преимуществом одержала верх над соперницей из Березняков. Итог матчевой встречи порадовал абсолютно всех. Сборная Кунгура сокрушила сборную Пермского края ровно в половину со счетом 6-3. Результат более чем достойный и в очередной раз говорит об уровне подготовки наших ребят. А он, как известно, напрямую зависит от профессионализма тренеров. Ведь именно им, своим наставникам в спорте, кунгурские ребята традиционно посвящают свои победы. Анна Качанова, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».